Друзья, вот вам пример образцовой преданности хозяину, а точнее не так. Поучиться можно у хозяев приучать к себе за копейки, за вот эту вот косточку людей. И люди действительно преданно на себе все рвут, действительно проявляют эмоции, чтобы выбрать совершенно постороннего человека для своего хозяина денежку. Итак, давайте послушаем Почта-банк собственной персоны. Поехали. Алло. Алло, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Александр Анатольевич, Почта-банк это звонит Айдамир Фархадович, группа поиска решений. Ну что, по оплате задолженности 36 дней мы ожидаем, 11350. Как ваше имя и отчество? Айдамир меня зовут Фархадович. Айдаир? А как удобнее? Айдамир Фархадович. А как удобнее, по имени и отчеству или можно по имени? Айдамир можно по имени. Айдамир? Требу банку пятницы устранить, Александра, 13350. Намеренно оплаценность? Ну, так, не готов ответить, заявлять прям категорично. И не от меня зависит. Потому что... Да, интересно. И от вас зависит. Нам с кого спрашивать исполнение движащего? Может быть с вашего начальника, там, я не знаю. Если от вас не зависит. Ну, это ваше... Ну, если вы уже так решили в таком формате вопросы задавать, я оставлю... Карбланш вам даю. Спрашивайте, с кого хотите. Я свой ответ вам дал. Вы, и мы с вас будем спрашивать. Ну, так вот я вам ответил. Вы там не думали в надежде, что вы там немножко расшевелитесь и вопросы регулируете. Однако мы не видим, что вы действительно понимаете... Вы не волнуйтесь, не кричите, а первое, а говорите раздельно слова, не сливайте. А то получается, что вместо того, чтобы не волноваться, вы начинаете волноваться. Александр Анатольевич, банк треть будет устранить исполнительные обязательства. Вы это сделаете до конца рабочей недели или нет? А такое ощущение, что меньше... Ты 10 секунд назад и не с вами разговаривал. Не могу, не готов ответить. Александр, как понять не могу? Мы вам время зачем давали? Вы же понимаете, что деньги придется вернуть. Если вы этого сами не сделаете, банк будет задействовать в соответствии с подразделениями для решения вопросов. Какие подразделения? Какие подразделения будет банк задействовать? Глубовые зоны сбора, например. А, это гармаш, да? Это южный департамент, который будет курировать ваше исполнительное производство. По телевизору, да, вот ездить. Это гармаш, артист. Он будет ездить? Александр, замечательно, что у вас чувство юмора есть, но оно здесь... Конечно, хорошо. Оно мне, кстати, очень тонкое. По требованию исполнения обязательств. А у вас, по-моему, молодой человек, либо оно какое-то такое, ну, слишком уж обособлено, либо его вошли нет. Ну, потому что я не могу понять. Вы говорите сейчас, вы хотите со мной в унисон говорить, а тоже шутите или что? Про службу взыскания, вы не знаете. Эти деньги вы когда вернете? Это вещи, которые есть, а не объективные вещи. Конечно. Как понять, откуда знаю? Вы деньги возвращаете, вы чего добиваетесь-то? Да ничего не добиваетесь. Мы понимаем, что вас сократили, но это не является основанием закона для неисполнения. Вы закон нарушаете. Какой закон? Что я нарушаю? Еще раз. Ряд статей гражданского кодекса. Ну, я договорные отношения. Ну, так это договорные отношения у нас, гражданские, обычные гражданские отношения. Пострадавшая сторона, вот этот ваш почтобанк, совершенно верно? Ну. Ну, так и что нужно делать пострадавшей стороне в формате гражданских взаимоотношений? Сообщите мне, пожалуйста. Требовать исполнение? Это фактически претензионный порядок, досудебный. Да, 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 да. Так вы уже близко. Тепло можно... Исполняйте в заправленном порядке. Вы чего добиваете-то? Да, понимаете... Там потребует возврата всей суммы кредитами с 11 тысяч. Зачем вы опять разволновались? Вы плюс и минусы оцените? Говорите спокойно. Еще раз говорю. Так себя ведете, как будто я к вам в карман залез и что-то у вас взял. Александр, вы вообще эти деньги. Вы себя крайне некорректно ведете. К вам лично? Юноша. Вы не несите ерунду. Какую еще ерунду? Вы... Да ерунду вы несете. Нет, по-вашему, не ерунда. Вы мне говорите... Да вы тут... Вы отговариваете. Это не каламбур, это каламбур. Вам звонит банк в моем лице. Говори, говори, вернее. Да не волнуйся, ты слышишь. Не волнуйся. Не волнуйся. Все хорошо. Заплатят... Я тогда вопрос решу. За вас. Если вы не в состоянии. Слушай, ты иди к своей маме, а. Вот это вы не знаете тогда. Да, друзья. Эмоции, конечно, зашкаливают у этого паренька. Ясное дело, кто-то скажет, ну, вам-то легче. Поверьте, я и со своими взыскателями, они у меня есть. Кто мою историю знает, можете узнать, услышать. Потому что я, прежде чем организовать компанию Алиам, все на себе протащил. И у меня произошла та самая метаморфоза из этого трусливого, трясущегося должника, нормального, уверенного в себе человека. Понимающего, что ничего не произойдет со мной, если я буду корректно ситуации относиться. Оценивать все, включать голову, как я люблю говорить. И взвешивать все за и против. И как выяснилось, после взвешивания вот этих всех их аргументов, оказывается, что на их чашу весов-то и положить нечего. Вот вообще, кроме пустых, ничего не весящих заявлений. Да, кто не понимает, почему так, подписывайтесь поскорее на наш канал и все поймете. Послушайте с десяток роликов. И если у вас ситуация похожая на мою, на ту, которая у меня была несколько лет назад, а именно вы не знаете, как справиться с долговыми обязательствами, вы по уши в долгах и основная часть вашего заработка уходит непосредственно на удовлетворение амбиции коммерческих учреждений, банков, микрофинансовых организаций, онлайн-займов и тому подобной ерунды, не побоюсь этого слова, то вам срочно нужно что-то менять. В первую очередь в голове. А во вторую очередь, конечно же, вот именно в самом образе жизни и в документальном формате. Не можете сами, пожалуйста, обращайтесь к специалистам компании Аля, мы вам с удовольствием поможем, как помогли уже сотням людей. Хотите узнать, что мы для вас сделаем? Пожалуйста, вот наш сайт. Ссылка на наш сайт в описании ролика, любого есть и этого тоже. Также для вашего удобства, в правом верхнем углу кликабельная подсказка выходит. Вот она. На сайте, друзья мои, есть видео, вот именно конкретно рассказывающее о том, как устроена работа кредитных юристов компании Аля. То есть это все сделано для того, чтобы вы не просто так, что-то там приняли какое-то решение на авось, а четко и конкретно, как я говорю, все взвесили и разобрались в том, что сейчас с вами происходит. Посмотрите обязательно видео, после этого оставьте заявку у нас на сайте, как там рассказывается, и ждите звонка нашего специалиста. Звонить мы будем с телефонов, которые указаны в правом верхнем углу нашего сайта. Именно вот эти цифры вам нужно забить в свою записную книжку в телефонах ваших и ждать звонка юриста компании Аля. Не пропустите, звоним мы в рабочее время, 5 дней в неделю, кроме суббот-воскресенья, по московскому часовому поясу. Поэтому, пожалуйста, хватит бояться, хватит трястись, надо что-то предпринимать. Но вот это вот что-то, скажем так, образно, на самом деле мы четко понимаем, что нужно сделать для того, чтобы создать условия, когда банку будет выгодно отказаться от претензий. Что нужно сделать, чтобы от вас отстали микрофинансовые организации, онлайн займы и так далее и тому подобное. Все мы это очень хорошо знаем, давным-давно уже это все прокатали. В первую очередь я это сделал на себе, только после этого стал предлагать людям в таком массовом формате. Да, и работаем мы по всей России, в буквальном смысле. Где бы вы ни находились, на каком краю нашей необъятной страны, будь то Курилы, либо Калининград, либо где-то в центре России, на Урале, в маленьком поселке, либо в большом городе, не имеет значения. Еще раз, если хотите узнать, как это происходит, на сайте есть видео, проходите, посмотрите и все поймете. Еще раз, перенаправлю вас на наш сайт, видео обязательно посмотрите. Ссылочка на это видео выходит в правом верхнем углу трансляции. Вот эта ссылочка, кликабельная подсказка. Нажимайте на нее и делайте все как положено по инструкции. Пожалуйста, не поленитесь, посмотрите. Также для вашего же удобства, я регулярно отвечаю на вопросы, записываю целые такие полновесные ролики, видеоролики с собственным участием, что называется, собственной персоной. Те, кто из вас желает увидеть меня, познакомиться со мной поближе, пожалуйста, я вас перенаправлю на наш плейлист. Да, целый плейлист уже создан, и мы, я вижу, как он активно, собственно говоря, просматривается. Ссылочка на этот плейлист в правом верхнем углу сейчас выходит. Вот эта ссылочка, кликабельная подсказка в очередной раз. Все для вашего удобства. Посмотрите, на многие вопросы вы найдете ответы. Прежде чем писать в комментариях, да, посмотрите в плейлисте есть. Ну, конечно, нужно каким-то образом все пересматривать, чтобы найти нужный ответ, но поверьте, поверьте, это того стоит. Так, ну, на этом, я думаю, рекламной части хватило. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если вы этого не сделали еще, репост в соцсетях, пожалуйста, не забывайте делать, чтобы как можно больше количества людей узнало о нашей деятельности. А, напомню, есть у нас группа ВКонтакте, активно растущая. В этой группе все ролики дублируются, которые вот на YouTube-канале выходят, все они там дублируются. И, само собой, там еще помимо роликов есть много полезной информации. Поэтому вступайте в группу, ссылочка на группу в описании ролика есть. Ну, а с вами, друзья, был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Аля. Всего вам хорошего. До свидания.